Всем привет, с вами Вингельм, и сегодня я вам расскажу о самых полезных фишках 5-й PlayStation, которыми пользуюсь сам и которые должен знать абсолютно каждый владелец этой консоли. Наверное, одна из самых главных вещей, которую стоит сделать сразу после покупки 5-й PlayStation, так это отключить автоматические скриншоты и запись трофеев, ибо, как показала практика, они очень сильно влияют на работоспособность консоли и жрут просто уйму пространства на SSD. Каждый раз, когда вы выбиваете трофей или берёте плашку в игре, консоль по дефолту делает скрин и короткий видос на 15 секунд, которые хоть и занимают всего по 20-30 мегабайт, но в сумме могут очень быстро заговнить ваш жёсткий диск на сотни гигов. А за счёт того, что их до безумия много, они ещё и напрямую влияют на работоспособность ПО, захламляя кэш ненужными данными и замедляя систему. Всё, что нужно сделать, чтобы избавиться от бесконечных коротких видосов, так это просто перейти в настройки консоли и во вкладке «Снимки, клипы и показы» найти настройку автоматической съёмки, и уже там выставить все параметры либо на нет, либо только для платин, которые в свою очередь довольно редки и выбиваются только с помощью серьёзных усилий. В том же случае, если вы уже захламили свою приставку целой тонной ненужных файлов и стали замечать, что она работает всё хуже и хуже, стоит в обязательном порядке сделать полную очистку кэша консоли. Чтобы это сделать, в первую очередь нужно полностью выключить пятую плойку и включить её в безопасном режиме. Режиме, который можно очень легко вызвать просто удерживая кнопку включения на протяжении 10 секунд. Ну а после того, как на экране появятся настройки безопасного режима, нужно подключить контроллер по проводу и выбрать вкладку «Очистить кэш и перестроить базу данных консоли». Потом выбрать первый вариант и нажать кнопочку «Ок». После всех этих проделанных действий, консоль очистит ненужные системные файлы, удалит устаревшие ссылки и будет работать значительно лучше. У тебя есть PlayStation или Xbox, но из-за ограничений ты не знаешь, где покупать игры и подписки? Тебе поможет гейм-пропаганда. Это сервис, где ты можешь приобрести любую игру или подписку на свою консоль без риска и по выгодной цене. Покупка происходит буквально в пару кликов. Заходишь в бота, выбираешь и оплачиваешь любой товар в удобном каталоге, получаешь заказ в боте. Гейм-пропаганда насчитывает уже более 10 тысяч пользователей и имеет тысячи положительных отзывов в открытом доступе. Оплата на официальное юрлицо, а на любой товар ты получаешь пожизненную гарантию. Переходи по ссылке в описании и покупай игры выгодно с гейм-пропаганда. Ещё одна интересная вещь, которую стоит сделать в настройках консоли, так это заранее выставить настройки для запускаемых игр. Потому что, как оказалось, на PS5 есть немало игрушек, которые при первом запуске долгое время не дают тебе возможности что-то настроить. Они просто сразу со старта врубают синематографичный геймплей, и тебе как идиоту приходится какое-то время играть в 30 фпс и без наличия сабов. Чтобы избежать таких конфузов и казусов, стоит перейти в настройки консоли, выбрать вкладку сохранённые данные и настройки игр, а потом найти окошко с предустановками игр, где как раз и можно настроить всё под себя, начиная с заранее заданного уровня сложности и заканчивая автоматическим включением сабов в каждой игре. Не многие знают, но у контроллера DualSense есть 4 полезных шортката, которые могут знатно облегчить вам навигацию по менюшкам консоли и упростить управление плойкой. Первый шорткат – это треугольник, который всегда переносит на поиск. Просто нажмите на треугольник в любой из менюшек консоли, и вас моментально перенесёт на местную иконочку поиска. Если в главном меню консоли это ещё и не кажется чем-то полезным, то вот при просмотре игр в PlayStation Store это просто люто спасает и помогает очень быстро выйти из списка игрушек. Второй полезный шорткат связан с быстрым выходом из уже запущенных игр и активируется с помощью зажатия кнопки PS. Вроде бы банальщина ещё та, но как оказалось, многие об этом не знают и сворачивают игры только через нажатие и переход на начальный экран. Третий шорткат активируется на нажатие жёлтой кнопки микрофона под кнопкой PS и даёт возможность моментально включить или выключить микрофон на вашей консоли. Ну а четвёртый и последний шорткат позволяет выключить все звуки на вашей приставке с помощью удержания кнопки микрофона. Что на самом деле очень полезно, когда вы не единственный житель квартиры и хотите очень быстро заглушить все звуки от вашей приставки. Также, помимо контроллера DualSense, консолью можно управлять и с помощью вашего рядового смартфона, на котором установлен соневский PS-Up. Официальное приложение Sony, которое можно бесплатно скачать из любого популярного стора и установить даже на самый захудалый бюджетник. В этом приложении вы сможете привязать свою игровую консоль к телефону и полностью управлять всеми её аспектами жизни. Сможете устанавливать игры, управлять внутренним хранилищем, покупать игры в магазе и даже общаться с друзьями с помощью местного чата. Лично я использую это приложение в основном только для быстрого переброса скриншотов на телефон. Но иногда оно прям дико экономит мне время и нервы, позволяя заранее скачать большую игру перед тем, как я сяду играть. Ещё одна вещь, которая помогает мне получать максимум комфорта от игр на плойке, так это полное отключение всех уведомлений консоли. Уведомлений о том, что кто-то там побил мой рекорд в игре, в которую я не играл уже несколько лет, уведомлений об новых акциях в сторе и то, что кто-то приглашает меня поиграть в онлайн игру, которой у меня даже нет на консоли. По идее, все уведомления можно настроить через настройки и сделать прям ультра точный пресет того, что вы хотите получать от всплывающих окон. Ну, либо полностью их отключить на корню и больше никогда их не видеть. Однако в таком случае вы запросто можете упустить что-нибудь важное и вообще выпасть из актуальной повестки. Поэтому гораздо проще воспользоваться одноразовой функцией «Не беспокоить», которая находится в главном меню и полностью отключает все уведомления на один игровой сеанс. Сеанс, во время которого вы сможете расслабиться и не отвлекаться на всякую стороннюю чушь. Ну, а после перезагрузки консоли вам снова станут доступны все уведомления и вы точно не пропустите важных обнов. Кстати, раз уж зашла речь про уведомления и полезную информацию, то глупо было бы и не упомянуть и список пожеланий из Тора, которые не так уж давно добавили в магазинчик PlayStation и который помогает следить вам за всеми интересными играми. Добавив любую игру в магазине в список своих пожеланий, вы сможете моментально отслеживать динамику цен. И как только с этой игрой будут происходить какие-то изменения, консоль вас тут же уведомит. Причём уведомления будут приходить не только во время скидонов, но и в том случае, если выбранная вами игра попадёт в PS Plus или получит какую-нибудь бесплатную версию. Не многие знают, но на пятой PlayStation есть полноценный и полностью исправный браузер. Браузер, в котором работают флэш-приложения и в котором при желании можно даже посмотреть какие-то пиратские фильмы. Эта девушка плакала, и из её глаз выходила лапша, а потом она продавала эту лапшу и зарабатывала деньги. Чтобы получить к нему доступ, нужно просто отправить кому-нибудь ссылку на страничку желанного сайта и перейти на неё с помощью крестика. После чего у вас откроется браузер, и вы сможете без особых проблем путешествовать по просторам сети с вашей консоли. Впрочем, стоит сказать, что это путешествие будет не очень удобным, ибо по какой-то причине окошко браузера нельзя растянуть на полный экран. Но зато его можно закрепить на игровом экране и использовать его, когда вам необходима подсказка из интернета. Кстати, по каким-то причинам перейти в браузер с помощью сайта Google нельзя, а вот другие ссылки-поисковики исправно работают. Если у вас, как и у меня, просто какое-то невероятное количество мусора в библиотеке игрушек, и чтобы вам что-то найти, нужно каждый раз копаться как свинья в апельсинах, вы можете потратить немного своего свободного времени и отсортировать всё по удобненьким папкам, а всякие мусоры и демки, которые вам уже точно не пригодятся, попросту скрыть. К примеру, у меня изначально было около 800 игр в библиотеке игрушек, большую часть из которых составляли всякие бета-тесты уже не существующих игр, и после чистки всё стало намного приличней. А для купленных игр, которые всегда со мной, я сделал отдельную папку, и теперь в любой момент могу к ним вернуться без необходимости копаться среди трёх сотен игрушек. Ну и под конец, в качестве небольшого бонуса, расскажу о нескольких мелких, но очень полезных секретах. Если вы мните себя лютой киберкотлетой и хотите максимального отклика в мультиплеерных шутерах, то можете попробовать поменять назначение кнопок контроллера в местных настройках и переставить местами R1 и R2, ведь как известно, кнопка R1 нажимается гораздо быстрее курка. Если вы подозреваете свой геймпад на дрифт стиков, то можете скачать бесплатный Warzone и там в настройках игры подробно увидеть, в какую сторону и как сильно клонит ваш стик. Если вас достало, что консоль автоматически включается вместе с телевизором и вы хотите прекратить это безобразие, то вам нужно зайти в настройки, найти вкладку системы и перейти к устройствам HDMI, после чего просто отключить связь с устройством по HDMI. С последним обновлением плойки на консоли появился центр приветствия, где предлагают выбрать несколько готовых пресетов для виджетов и поставить заранее заготовленные обои. Но по идее вы можете настроить это меню полностью под себя, увеличивать и уменьшать доступные виджеты, а также оставить свои картинки из галерей скриншотов. Правда, всё это будет иметь эффект только в центре приветствия. Если вас угораздило оформить себе подписку на GTA+, EA Play или другую подписку, которая не имеет полноценного приложения для PS5, и теперь вы не знаете, как её вообще отменить, то знайте, что в настройках аккаунта вы можете найти вкладку подписки, и там уже по полной программе управлять абсолютно всеми подписками, на которые успели подсесть. Основное меню PS5 не позволяет держать слишком много игрушек на главном экране, поэтому чтобы ваша любимая игра, к которой вы периодически возвращаетесь, не уехала на задворке экрана, вы можете нажать на кнопочку Options и навсегда оставить её на главном экране. Если вас бесит, что ваш DualSense постоянно разряжается, пердит и вибрирует, вы можете запросто его закирпичить в настройках, и отключить не только вибрацию с звуком, но и бесящие триггеры, что в конечном счёте знатно так увеличит срок службы геймпада и его батареи.